Все уже видели сухпайки на ютубе и знают, что производители пытаются сделать еду, которая долго хранится, при этом вкусная и легко употребляется в полевых условиях. Какие-то каши, тушенки, рагу. Но я никогда не видел, чтобы в сухпайках был, например, фастфуд. Поэтому сегодня мы сделаем сухпайок от Макдональдс, чтобы он точь-в-точь повторял вкус, был таким же свежим и сочным, а картошка была такой же хрустящей. Итак, мы купили мое любимое дабл-чизбургер меню с новым соусом Дорблю и апельсиновым соком в качестве напитка. В последнее время он мне нравится даже больше, чем кола. Сам бургер состоит из двух очень воздушных и мягких булочек, двух котлет. В отдельности в них ничего особенного, просто какой-то фарш. Но вот в комбинации с другими ингредиентами они создают тот самый вкус. Это сыр чеддер, кетчуп, горчица, соленые огурцы, свежий лук. И я всегда беру чизбургер с добавкой бекона. Он немного разноображивает вкус. Вкусно, конечно, но бургер теряет свою свежесть через 30 минут, а картошка вообще через 5. И как их тогда сохранить на долгий отрезок времени? Существует несколько способов консервации, так сказать. Заморозка. Способ, конечно, хороший. Внутри продукта замораживается вода и внутренние процессы приостанавливаются. Но редко какой продукт может полностью восстановиться до первоначального вида после разморозки. Засолка. Популярный способ еще с древности, когда не было холодильников. Дело в том, что в соли намного медленнее развиваются бактерии. Этот способ очень хорошо подходит для мяса и рыбы. Но в нашем случае он просто все испортит. Высушивание. Очень распространенный метод консервации. Но его нельзя назвать полноценным, так как подходит в основном для овощей и фруктов. Бургер превратился просто в камень. Вакуумация. Продукт помещают в пакет и просто откачивают воздух. Но это продлит срок годности максимум на пару дней. А нам нужно на года. Стерилизация. Таким способом делают тушенку. Продукт герметично упаковывают, а затем вываривают в специальных автоклавах под давлением, чтобы убить все бактерии. Сами понимаете, что будет с бургером. И что, неужели нет никакого способа надолго сохранить продукт? Есть! Но все гораздо сложнее и интереснее. Некоторые из вас помнят этот аппарат со старых видео. Это сублиматор. Очень дорогое, единственное устройство, способное сохранить продукты на долгий срок. Как он работает? Дело в том, что в любой еде из супермаркета или вашего холодильника есть определенное количество воды. В хлебе ее 35%, в твороге 70%, в мясе столько же, в картошке 75%, а в помидорах аж 92%, в бананах 74%, в яйцах 75%, в сыре всего 50%, в огурцах аж 94% воды, в апельсине 87%, в грушах чуть меньше, а в яблоках целых 90% воды. Именно она и является причиной порчи продуктов. То есть, если ее как-то оттуда извлечь, то еда будет храниться столетиями. Сублиматор как раз это и делает. Но сложным и неочевидным способом. Попробую объяснить на примере банана. А вы внимательно слушайте. Нарезаем. И для наглядности поместим на поднос лед, чтобы видеть, что происходит с жидкостью. Закрываем. Включаем. Первым делом аппарат просто замораживает продукты, как морозилка. Хотя лед и так заморожен. На это требуется около 3 часов. Теперь начинается сам процесс сублимации. Включается вакуумный насос, который откачивает воздух изнутри камеры. Температура там минус 20 градусов. А под подносами вот в этих полочках встроены специальные пластины. Они нагреваются. И получается, что внутри камеры вакуум и мороз, а продукты теплые. И вода магическим образом исчезает, превращаясь в пар, минуя жидкое состояние. Вакуум достигает 50 паскаль. Еще чуть-чуть и будет вакуум, как в космосе. А в космосе есть крутая игра, которая позволяет сократить ожидания. Хонкай Стар Рейл. Космическая РПГ фэнтези игра от создателей Геншин Импакт. Где можно принять участие в галактическом приключении. Стать первопроходцем. Исследовать разные планеты. И наслаждаться захватывающим приключением. Отличной анимацией и музыкой. Так затягивает вам не передать. Здесь более 30 крутых, харизматичных персонажей. Каждый обладает своей историей и характером. В новой версии 2.1 появилась локация. Тематический парк студии Часы. В которой вы сможете познакомиться с уникальным миром кино и телевидения Пенаконии. А также прокачался режим, в котором можно уменьшаться, играя роль братца Хану. Вас ждут новые герои. Замкнутая, но харизматичная женщина Ахерон, наносящая огромный урон. А также персонаж огненного типа Галлахер. Неприхотливый и ленивый старший дворецки отеля. Новые игровые режимы. 2D гонки, съемки кино, космическая монополия и многие другие. А также две новые локации и режим лабиринта. Ох, вот это постарались. А если заходить в игру 7 дней, то вы получите 20 особых звездных пропусков, которые можно использовать для получения Ахерон. Скачивайте обновление и получайте 50 звездного нефрита по промокоду, который заметно бустанет вас в начале игры. Многие из вас ничего, наверное, не поняли. Но сублимировать оно еще будет долго, так что давайте разбираться. Это фазовая диаграмма воды. По сути график, показывающий при каких параметрах температуры и давления, в каком агрегатном состоянии будет вода. Пар, жидкость или лед. Например, берем обычное атмосферное давление. Тысяча с чем-то гигапаскаль. Вот этот уровень. А температура у нас 26 градусов. При таких условиях по табличке вода должна быть жидкой. Но это и так понятно. А теперь давайте подогреем ее до температуры 100 градусов. Она кипит. Вот это да, представляете? А по табличке четко видно, что при увеличении температуры происходит смена агрегатного состояния на пар. Как только мы выключили кипятильник, температура плавно понизилась и процесс прекратился. Однако, если взять пылесос и немного понизить давление в банке, снова начинается кипение. Со временем оно прекратилось, так как пылесос создает слабый вакуум. Но, если взять вакуумный насос, то даже холодную воду из-под крана можно заставить кипеть. А по стенкам стекает конденсирующийся холодный пар. Примерно вот так понижение давления выглядит в таблице. И если до этого момента вы все уловили, то поздравляю! Почти то же самое происходит и в сублиматоре. Только здесь температура минус 30, а давление всего 50 паскаль. А сами продукты подогреваются, из-за чего происходит вот такой переход. То есть, вода может быть либо льдом, либо паром. Это и называется сублимация. Переход в газообразное состояние, минуя жидкое. Надеюсь, вы все поняли и мы не зря разрисовывали эти таблички. Тем временем, лед и банан полностью сублимировались. Он практически невесомый и легко ломается. А если капнуть немного воды, банан восстанавливается и его вообще не отличишь от оригинала. Под такому же принципу мы будем делать сухпайок. Но не все так легко. Нельзя просто взять и сублимировать бургер целиком. Его нужно разложить на составляющие, которых слава богу не так много. Огурец используется обычный соленый. Подойдет любой, так как они все дают примерно одинаковый вкус. Лучок. Тоже можно просто купить в магазине. На поднос. А дальше у нас проблемы. Сыр чеддер какой-то особенный. И нельзя просто купить первый попавшийся в магазине. Его вообще скорее всего импортируют с другой страны, прямо с завода. И чтобы добыть оригинальные ингредиенты, мы отправились в Мак и сделали заказ через терминал. Там можно скорректировать состав и убрать из бургера все, кроме сыра. Даже котлеты. Так мы сделали с каждым из ингредиентов. И получили полностью новый сыр. На поднос его. Кусочек бекона. Котлеты. И булочки. Единственная проблема с соусами. В Маке отдельно продается их горчица и кетчуп. Но, дело в том, что кетчуп в бургере такой же. А вот горчица. Вообще не такая. Они используют соусы Хайнц. И мы сублимируем на всякий случай и то, и другое. А вот с картошкой совсем отдельная история. Так как она очень быстро портится, мы привезли с собой контейнер со льдом. И как только забрали картошку, сразу же пересыпали в емкость замораживаться. А по приезду назад сразу подставили все в аппарат. Еще, чисто для съемки, чтобы лучше показать процесс, надо было вывести сквозь уплотняющую резинку проводки от света. Прикручиваем насос. Подключаем штекер и настраиваем процесс. Для каждого продукта есть разные параметры. Но, так как у нас там микс, нужно выбрать самую медленную программу, чтобы подошло для всех. Закрываем его. И процесс пошел. А для того, чтобы все увидеть, я достал все свои старые камеры и вместо батареи вставил туда вот такие оббанки, которые работают от розетки. Ведь процесс будет идти более 30 часов. Настраиваем их на каждую полку. И чтобы, как в прошлый раз, не запотело стекло, мы решили попробовать дуть на него феном. Не знаю, выдержит ли фен 30 часов. Теперь главное время. Сублимация шла более двух суток. За это время я, кстати, заболел, поэтому в этом видео такой голос. Фактически из продуктов извлекается влага, вообще не повреждая их структуру и свойства. Как будто под наркозом. Она налипает по всему периметру барабана в виде льда. Фух, все. Визуально продукты вообще никак не отличаются. Но они просто невесомые. Не зная физики процесса, кажется, что они просто засохли. Но нет. Все очень хрупко и главное не сломать. Смотрите, сколько воды из них вышло. При регидратации они полностью вернут свой первоначальный вид. Но как это сделать в полевых условиях? Обычно в пайки добавляют дополнительную комплектацию, типа разогревов, приборов и так далее. И если бы Макдональдс делали такой паёк, то это наверняка был бы какой-то разовый коллекционный премиум продукт. Поэтому над упаковкой мы решили заморочиться. Взяли салфетки, ёмкость в сковородку, бутылёк воды и масла, жёсткие банки, силикагель, впитывающий влагу, разные пакеты и горелку на сухом спирту для разогрева. А в качестве внешней упаковки будем использовать настоящую камуфляжную ткань. Ого, куда это я пропал? Для того, чтобы упаковка была водонепроницаемой, под ткань нужно подклеить слой плёнки. Берём специальный каучуковый клей в баллончике. Первый раз такую использую, но он очень хорошо подходит для подобных задач. Для каждого продукта я решил сделать свой военный дизайн. Не оставлять же баночку с под Принглс. Сделал даже дизайн для бургера. В общем, настало время упаковывать продукты. Баночка нужна, чтобы не поломались котлеты. Не забываем добавлять силикагель. Сублимированные продукты очень гигроскопичны и впитывают влагу даже с воздуха. Каждый из отдельных мелких ингредиентов мы тоже разложили по отдельным пакетикам. Только кетчуп как-то странно себя повёл и вообще не сублимировался. Видимо, из-за сахара и уксуса. Поэтому мы взяли в таком виде. Перекладываем всё в упаковку. И далее у нас картошка. И чтобы она не сломалась, нужна вторая баночка. Также мы попросили и нам дали вот эту штучку. Но вы спросите, а где же сок? А дело в том, что он не влазил в аппарат и мы сублимировали его отдельно. Он превратился просто в порошок по типу быстрорастворимого лимонада. Засыпаем его в пакетик. Далее мы склеили из нашей ткани герметичный мешок по такому же шаблону, как оригинальный бумажный. Только на это у нас ушло полдня. И упаковали туда всю комплектацию. Приклеиваем застёжки. И, наконец, заворачиваем упаковку. Не знаю почему, но мне показалось, что дизайн сухпайка от Макдональдса должен выглядеть примерно так. Оказалось, разработать красивую упаковку не так уж и просто. Но я старался. Настало время его затестить. Сухпайок такой насыщенный, что про это, наверное, можно было снять отдельный видос. Но не хочу затягивать, да и мне не терпится его попробовать. Здесь всё продумано. Сама упаковка является как бы импровизированным столиком. Достаем все ингредиенты и пшикаем на них водой. Регидратация требует времени, пока влага полностью проникнет внутрь. Тем временем собираем горелку. Больше всего я переживал за булочку, но она восстановилась процентов на 90. Собираем. Нужно немного задать корочку картошке, сбрыжнув её маслом. И заливаем сок. Да, прямо в баночку от картошки. Она была в сухом виде и не оставила никаких следов. Пробуем. Бургер похож на тот, что полежал минут 15. Очень вкусный. Картошка, благодаря восстановительной прожарке, хрустит. А сок вообще полностью один в один. Всем пока, а я буду доедать. Субтитры сделал DimaTorzok